Руководитель скандально известной компании Семейбас провел очередной брифинг для журналистов. Продолжается противостояние компании-перевозчика с фондом развития промышленности БРК Лизинг. Но уже несколько месяцев работники Семейбаса не получают зарплату. Ни зарплаты, ни пенсионных отчислений, ни выплат фонд медицинского страхования. Из-за всего этого в коллективе компании Семейбас возникла социальная напряженность. Работники даже устраивали забастовки. На их месте я предварительно думал бы, чем войти в такой бизнес-проект. Все посчитал бы, только подумал бы, почему другие не вошли. Есть много моментов, где они покупают резины, где покупают КСР, где можно как-то там подешевле взять. В 2018 году фонд развития предпринимательства и частный инвестор учредили компанию Семейбас. В Лизинг на очень выгодных условиях приобрели 170 новых автобусов. При этом сумма господдержки составила 633 миллиона тенге или 49%. Но частный инвестор даже в таких условиях не смог удержать бизнес на плаву и обвинил власти в отсутствии поддержки. То есть получается так, что вы сейчас заняли позицию посторонних наблюдателей. То есть вы к этому предприятию никакого отношения не имеете. Мы сами по себе, как бы вы сами по себе. Однако аудит выявил целый ряд недочетов в работе Семейбас. К примеру, имея целый автопарк новых автобусов, компания потратила на аренду транспорта почти 43 миллиона тенге. Вызвали вопросы и непомерные административные расходы. В данный момент судьбу проекта решает суд. Если выиграет перевозчик, то Акимат продлит с ним контракт. В противном случае на новых автобусах будет работать другой победитель тендера. Асем Караулова, Динара Ерболкоза, Информбюро, Восточно-Казахстанская область.